Участники Русского добровольческого корпуса заявили, что уже в третий раз пересекли границу Российской Федерации. На этот раз они выложили ролик из поселка Безлюдовка Белгородской области, заявив, что скоро Россия будет свободной. Есть у нас небольшой фрагмент. Бойцы РДК снова пересекли границу Российской Федерации. Россия скоро будет свободна. Но на этом, конечно же, не все. К слову, прогулялись участники РДК не только по Белгородской, но и по Брянской области. Факты и доказательства у нас тоже имеются. Ну что же, РДК снова на родине. Мы дома. Время борьбы за свободу России настало. Ну а теперь самая важная и самая свежая часть всей этой истории. Легион «Свободная Россия» и Русский добровольческий корпус заявили, что взяли под контроль село Козинка в Белгородской области. Это в России. Ранее в средствах массовой информации появились видео танков и прочей бронетехники у здания разрушенного пропускного пункта. Пункт тоже деноцифицировали. Также есть ролики, как утверждается, изнутри пункта, где виден погибший военный. Российские паблики пишут, что на контрольный пункт Грайворон вошла украинская бронетехника в составе танка Т-72 и двух единиц еще тяжелой техники. И также КРАС. Они утверждают, что пограничники отошли на ранее оборудованные рубежи обороны. Другими словами, пограничники зашли вглубь Российской Федерации. Что важно, сначала российская сторона утверждала, что это ЦПСО, что это неправда и все раздуто информационно. Но вот сейчас как будто бы есть абсолютное подтверждение, что все не так однозначно. Роман, что вы видите в этой истории? Действительно ли Легион Свободной России и русский добровольческий корпус, но они имеют право, да, россияне возвращаются домой. Ну а что тут такого? Дело в том, что это действительно российские граждане, которые борются уже десятый год против российского оккупационного режима. Я еще помню, в 2014 году, будучи военным советником губернатора Донецкой области, несколько десятков человек, россиян, просилось в наши добровольческие корпуса, которые воевали тогда с российской армией, которая заходила в Донбасс. Сейчас десятки россиян с 2014 года воюют с Россией. Некоторые получили украинское гражданство, хотя это было очень сложно, ну а остальные участвовали в борьбе против россиян в составе интернациональных бригад, которые были организованы. А вот сейчас они уже, эти люди, которые десятый лет воюют, это спецура, это не мальчики с улицы, десятый год воюют, воюют с российской армией, не знают, как воевать. У них есть оружие, отбитое за 10 лет в боях. Они полностью экипированы российским ширпотребом, как они так думают. Но это хорошее военное имущество, которое, еще раз повторюсь, было завоевано в боях. И сейчас они начали освобождать свою родину, Россию. То есть по некоторым позициям Белгородская область, и юг района Шибейкина, и вот в районе Грайвара на заход, и Брянская область, в сторону Климова. Они неоднократно уже туда ходили. И сейчас также есть подтверждение того, что россияне, то есть этот российский добровольческий корпус начинает двигаться, двигаться в зависимости от своих задач. Я так вижу по картам, двигается в сторону военных баз российских, там, где есть большие склады оружия. То есть им надо оружие, им надо вооружить тех добровольцев, которые вступают в российский добровольческий корпус и параллельные структуры. То есть расширится это российское освободительное движение, причем направление движения, мы тоже с вами неоднократно это говорили, в сторону края непуганных идиотов. Ничего там нет, их нечем останавливать. Они заходят как к себе домой, к себе домой. То есть и там, где российская армия просто не существует. До Москвы 450 километров. Это очень быстро, если будет принято решение, и эти части разрастутся, обрастут мясом и станут серьезной силой. Самое лучшее направление движения этих частей сразу в центре принятия решений, в Москву. Ну а там уже искать этих чертей московских, которые забились по бункерам. Где-то они их повыколупывают, знают, как и где. А воевать они умеют, повторюсь. Десятый год они воюют. Это очень хорошие специалисты своего дела. И я думаю, это как раз мы сейчас находимся у истоков освобождения уже России от оккупационного китайского режима, которым руководит Путин. Редактор субтитров А.Семкин